Забудьте о том, что коты и собаки ссорятся между собой, по крайней мере, к героям этой истории это совсем не относится. Более того, они очень тесно привязаны друг к другу, и судьба решила не разлучать их. Пес Пайк и кот Марк – друзья, которым сейчас по 8 лет, и которые никогда не расстаются. Некоторое время назад Пайк и Марк оказались в организации по защите животных. До этого момента они коротали время на улице, где и познакомились. Именно тогда зародилась их тесная эмоциональная связь. Добрые друзья лишь укрепляли ее на протяжении нескольких лет. Это было особенно важно для собаки, который в какой-то момент потерял зрение. Все началось с того, что врачи обнаружили у него катаракту. Лечение не представлялось возможным, пес испытывал боль, и медики решили, что самым правильным вариантом станет удаление глазных яблок. Так, Пайк стал слепым, но зато у него исчез дискомфорт, и пес почувствовал себя намного лучше. Прошло некоторое время после операции, и четвероногий пациент приспособился к своему новому состоянию. Кроме того, его опорой и поддержкой стал очаровательный кот Марк, который и до этого момента был рядом. Это отметили и волонтеры. Они увидели, что в присутствии котика пес сразу же становится спокойнее, веселее и чувствует себя увереннее. Фактически хвостатый друг стал его глазами, и это очень помогает собаке. Марк всячески поддерживает Пайка. Вскоре настал тот момент, когда животные были готовы к усыновлению. Чтобы ускорить процесс, сотрудники приюта решили опубликовать историю о коте и собаке. Волонтеры объяснили, что этих друзей нельзя разлучать, и они с радостью отдадут их тем людям, которые готовы взять обоих животных. Сотрудники приюта рассказали, что пес очень активный и радостный, несмотря на все трудности, которые выпали на его долю. Он тянется к людям, дает лапку, играет и ведет себя, как добрый и преданный друг. Его полосатый приятель, тоже ласковое и милое существо, которое делает все, чтобы Спайк ни о чем не беспокоился. Спайк ни о чем не беспокоился. Вдвоем они счастливы, и им будет очень хорошо в доме у заботливых людей. Тогда на объявление откликнулось много людей, публикацию распространили по сети и поставили немало лайков, что оказалось очень результативным. Прошло всего 11 дней, и эти милые друзья нашли своих хозяев. Сейчас они находятся в Манитобе, где и обживаются потихоньку в новой семье.